Всем привет! Это улицы утреннего Нью-Йорка. Я иду уже на вокзал Пенни Стейшн, по-моему, называется, чтобы поехать в Вашингтон. А пока чуть-чуть давайте посмотрим на утренний Нью-Йорк, на вот эти вот дома прекрасные. Вот именно такие виды меня всегда ассоциировали с этим городом. Вот же здесь красивые домики. Пусть этот ролик будет такой прогулкой по утреннему Манхэттену в лучах восходящего солнца. Несмотря на то, что сейчас где-то 7 утра, уже город, значит, проснулся, движение по все стороны, люди, машины бурли от жизни. Вот такие здесь старые тоже. Присутствуют в таких домах. Мне кажется, это какой-то дорогой район, потому что не везде вот такие красивые здания находятся. Сейчас нам налево, а потом направо. Называется это что? Так, улица, улица. И 35-я стрит. 35-я. Вот так он утренний, посмотрите, какая красота, утренний атмосфера Нью-Йорка. Переходим по дорогу, это парк, парк-авеню. Вы видите, сколько уже, какой трафик здесь, да? Сколько людей на улицах? В 7 утра, не знаю. В Европах такого нет, конечно. Вам все беспокойнее, какое время суток. А вот здесь вот так вот. Когда тверд, проедут машины. Сейчас видите, как все полосятся на красный свет. Ну, почти. Ладно, не успели. Просто потому, что люди здесь совершенно не ждут разрешающего сигнала светофора. Когда нет машин, тогда и идут. В принципе, это нормально. Мне такая ситуация нравится. Например, в Польше, когда я был, там все стойко и мужественно ждали зеленого сигнала. Здесь нет. Красный, не красный. Можно, нельзя. Идут. Метро, кстати, такое. Не очень уютное, конечно. Там низкие потолки. Все такое ветхое. Но в этом, кстати, есть и свой шарм такого метро. Свет, солнце, улица. Надо сейчас посмотреть. Я поворачиваю направо. Да, и мы продолжаем. Вот это вот болезни современные. Нет такого лекарства. Нет, поэтому я не смог туда попасть. Но ничего страшного. Полетал на дроне. Нам надо идти туда. Ну, сейчас перейдем и пойдем вот туда. Как мы видим, люди здесь не очень улыбчивые. В Нью-Йорке. Мне кажется, в других штатах будет по-другому. Здесь они все-таки все загружены. Работой, какими-то своими делами, суетой нью-йоркской. Так. Поэтому таких, знаете, смотрят с подозрением. Чтоб не смотреть на мусоровоз, мы пока посмотрим в ту сторону, где восход солнца происходит. Наверное, пойдем в сторону. Закрыли участок 5-го авеню. Не знаю. Почему? Ну, что-то здесь, наверное, делают. Остановили полностью здесь все движение. Вот это именно маленький кусочек около Empire State Building. А, еще вот туда вот там обликся все это перекрытие. До тех вот времен. Как позже выяснилось, эти перекрытия были связаны с Днем памяти ветеранов США. Автобусы стоят. То есть, трафик поворачивают налево. Ну, вот в той стороне это тоже перекрыто. Кстати, что я заметил. Наблюдение в Нью-Йорке. Ну, по крайней мере, в Нью-Йорке, да? По девчонкам. Нет вот этих вот ботоксных накачанных. Купич куда-нибудь, который пылесос такой огромный. Таких, короче, здесь почти нет. Наверное, если есть, то это какие-то наши приезжие бабы приехали. С такими губами здесь пошлепать семей. Ха-ха-ха. Пошлепать. Ноги губами своими. А так, да, здесь очень мало. Все такое натуральное. Более менее. Ну что, в общем, осталось пройти еще один блок до вокзала. Пенсильванский вот. Мы видим, что пизаж сменился. Вместо таких уютных домиков с лестницей в подвале, да? Когда мы были в начале. Наверное, были более такие жилые. Более живой квартал. Здесь уже вот такие огромные высокие здания. В основном магазине на первых этажах. А там такого не было. Ну и как-то вот так вот все. В принципе, это Манхэттен. Он такой примерно плюс-минус одинаковый на всем протяжении. В принципе, мы с вами дошли. Отель Пенсильвания. Вот оттуда мы шли. Там впереди, далеко впереди будет Централ Парк. А вот сам Пенстейшн, откуда я сейчас поеду. Ну, через минуту. Откуда сейчас поедет поезд. Сейчас больше не стоит. Внутренний стердаковый вокзал. Да, кстати, вот эта очередь. Посадка на поезд. Никогда не вот такую посадку, чтобы в очередь все это было, что ли. Прикольно. Компания Amtrak привозит. И, кстати, билет на поезд до Вашингтона стоил 108 баксов. Это сильно дороже, чем если бы ты ехал на автобусе. Но, ЖД есть ЖД. Намного приятнее. Тихо, быстро и комфортно. Американский Amtrak. Я, кстати, готов принимать заказ на озвучку рекламы вашей. Вашингтон, Шире. Что же нас там ждет? Кто же знает? Никто не знает. Все, все ответы на этом канале в следующих видео и частично в этом. Вашингтон. Немного внутренней этой станции. Изящный. О, там еда есть, смотри. Давай, поедите. Поесть надо. С утра ничего не ел. Главный холл. О, какое-то мероприятие здесь, что ли. Да, здесь, похоже, что-то будет проходить. Столько бокалов. Столько не выпьешь же. И что же нас ждет в следующем выпуске? В Вашингтон-Сити, столица США. Не пропусти, подпишись и поставь лайк этому ролику. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok